8 февраля 2022 года исполняется 100 лет старейшему гроссмейстеру в мире Юрию Львовичу Авербаху. Мы с каналом Ческом.ру поздравляем юбиляра со 100-летием. Не каждый день выпадает такая возможность поздравить кого-то со 100-летием. И желаем Юрию Львовичу крепкого здоровья и еще много памятных дат и событий. И, конечно, с удовольствием пользуемся этой возможностью, чтобы показать вам 5 ярких творческих достижений Юрия Львовича. Итак, внимание на экран. Первый пример позиция на экране из партии Авербах-Сарваров, сыгранная в 1959 году, ход белых. И смотрим, как они провели атаку. Позиция с разносторонними рокировками. Белые атакуют на королевском фланге, черные на ферзевом. Но ход белых, и они оказываются впереди своего соперника. Опережают его с ударами по лагерю короля. Слон бьет h7. Следует ход. Жертва слона за пешку с тем, чтобы ослабить контроль черных над полем g6. И после конь бьет h7 сыграть g6. Этот ход позволяет белым вскрыть линию g и подвести свои силы, свои фигуры ближе к черному королю. Создать очень неприятную угрозу ферзь f7 и конь g6 мат. Черные в партии попытались открыть дорогу своему королю. Но последовала ферзь f7, король h8. И еще одна жертва, расчищающая ряды для своих фигур, разрушающая оборону. Пешечное прикрытие короля черных. Ладья бьет g7. Сначала белые отдали слона за пешку. Сейчас отдают ладью. И это все для того, чтобы вскрыть линии и добраться до короля соперника. Ладья g1 вновь угроза мата на доске. Конь fh5 последовала в партии. В случае ладья g8 белые бы сыграли конь g6. Конь бьет е7. Ну и до мата рукой подать. Конь fh5 тоже не очень помогло, потому что последовала спокойная ладья g6 с очень сильной и неприятной угрозой ладья h6. И черные ничего не смогли поделать против этой угрозы. Попытались отдать ферзя, но ферзь слишком дорого стоит. И у белых после ладья d6, конь g6, слон бьет d6. Атака продолжается. Материальное преимущество огромное. Но еще несколько ходов было сделано. Скорее по инерции. После ладья е6, конь f8, ладья f8, слон f8, ладья f6, ферзь е7. Черные признали свое поражение. Второй пример из партии Авербах Коттнауэр. Гастингс 1960 год. И вновь очень хорошая иллюстрация на то, как пробиваться к королю соперника, несмотря на пешечное прикрытие. Позиция черных стесненная. Бросается в глаза неудачное положение. Например, коня на g8. Видим, что белые захватили пространство. Но, тем не менее, кажется, что белым потребуется еще усилие, чтобы пробить оборону черных, чтобы добраться до черного монарха. Но не тут-то было. На самом деле, позиция черных очень легко рушится после сыгранного в партии c5. Замечательный ход под два пешечных боя, но, тем не менее, ни взятие пешкой b, ни взятие пешкой d не облегчают участи черных. В партии последовало dc. Давайте разберемся, что было бы на bc. На bc, скорее всего, белые бы скромно отступили конем на d1 или b1, но создали очень нескромную угрозу ладья b3 с идеей замутовать короля черных после слона a6. И в случае a4 попытки черных защитить на b3 все равно бы последовала ладья b3, а b ферзь b3 и вновь очень сильна вот эта идея поставить слона на a6. Черные никак не могут защититься от хода слона a6. Например, слон e8, иначе им бы пришлось отдать слона. следует слона a6, и затем вот такой вот симпатичный мат. В партии bc не последовало, черные сыграли dc, но и здесь, и здесь все для них очень печально сложилось, потому что белые не останавливаются на достигнутом. Освободили они поле d6 не для того, чтобы на него смотреть, а для того, чтобы идти вперед. d6, и выясняется, что в случае cd забавно расположились черные пешки, таким вот шашечным образом, но очень уж уязвимы они после конь d5. Белые вскоре заберут на b6, заберут на d6, заберут на c5 и поставят мат черному королю. В партии последовала ферзь e6, но это также черным не помогло. dc, ладья f8. Убежали черные, может быть, подумав, что не стоит брать пешку, потому что эта пешка, подобно щиту, будет прикрывать их короля. Но тут проблема даже не в короле, а в том, что очень уж неудачно расположены фигуры черных и пешки черных, и белые ладьи с огромным эффектом сдваиваются по линии d, создают угрозу взятия на d7, а после ладья h7 белые ходят ладья d6, и черные в партии просто прекратили сопротивление, сдались, потому что последует вскоре ладья b6, ферзь c5, и вновь до короля после ладья b8 белые легко смогут добраться. Третий пример для этого видео взят из партии 1950 года, сыгранный между Юрием Львовичем Авербахом и Алексеем Степановичем Суэтин. Ход белых, и несложно сказать, глядя на позицию, что была разыграна сицилианская защита. И как и полагается, в сицилианской защите фигуры идут вперед. Конь под боем, конечно, отступать на b1 было бы, мягко говоря, бессмысленно, черные бы легко выиграли, поэтому, не сомневаясь, конь бросается в самую гущу событий. Конь d5 становится под бой пешки. И эта жертва, эта жертва связана часто в социлианской защите с тем, чтобы открыть линию е и попытаться создать угрозу королю черных, который застрял в центре. В случае слон d5, еd конь d5, слон f3, белые бы вот такую неприятную связку создавали, ну и после ладья d8 последовал бы слон d5 и черным пришлось бы сдаться, так как еd ладья е1 ведет к мату. Поэтому абсолютно правильно, черные принимают жертву, еd, еd, слон d7, ладья h1, король d8. Что же, белые добились своего, они вскрыли линию е, заставили короля черных уходить на ферзевый фланг, так как путь на королевский был отрезан. И сейчас продолжают атаку. Слон f3, белые фигуры готовятся залезть на е7, поэтому черным необходимо защитить это поле ладья е8. И здесь следует еще один очень сильный ход, который позволяет белым создать несколько неприятных угроз. В случае ладья е8, конь е8, размен одной пары фигур в атаке явно был бы на руку черным. У белых уже не так много фигур остается, чтобы подогревать эту инициативу, а фигура все-таки пожертвована. Поэтому абсолютно верным решением здесь явился ход fg3. Белые внезапно уходят ферзем с d6, нападают на g7, но что еще очень важно, они открывают дорогу своей пешки. И угроза d6 тоже очень неприятна в некоторых вариантах. Если черные игнорируют ход fg3, пытаются уйти ладьей из-под этого рентгена, ладья c8, то следует fg7 и после fb6 такой вот еще ход d6 изящный, закрывая пути отхода для короля и создавая матовую угрозу ff6. Но а контр-игра черных не поспевает здесь. Все, конечно, очень конкретно, потому что после ладья c2, король c2, ff2, король c1, ладья e1, белые выиграют вот таким вот изящным ff6. На e8 ходить нельзя ввиду мата. После король c8 следует слон b7. Скрытое нападение, скрытый шаг и белые остаются с лишним ферзем. Черным следовало здесь сыграть ладья e1. С идеей после ладья e1 сделать очень неочевидный ход b3. Что это за ход? Идея в том, что после ab у черных появляется поле b4 для ферзя. Ферзь b4 следует с темпом и таким образом черные уходят из-под этого неприятного рентгена, нападают на ладью, ну а после отступления ладьи у них есть время, чтобы защитить пешку g7. Конь защищает на g7, берет под контроль поле d6, ферзь ушел из-под этого рентгена и фигур осталось не так много. И опять же, какова оценка этой позиции? Тут я даже затрудняюсь ответить в пределах примерного равенства, хотя мне кажется черным здесь уже играть легче. Но на радость болельщиков Авербаха ход ладья e1, ладья e1 с идеей b3 поднят не был. Черные защитили пешку ходом g5, но оказалось, что несмотря на то, что ход назад белые сделали только что до этого ферзь g3, они не прочь вернуться обратно. Вот такое вот маятниковое движение, ферзь g3, ферзь d6 и выясняется, что пешка с g7 ушла, а кто будет держать коня на f6? Некому держать коня на f6. А если конь уходит, то следует ладья e8, ладья e1, ферзь f8, разматывается клубок белых фигур, все с шахами и после d6 шах, король b6, белые берут на a8 и вскоре еще несколько ходов последовало, наверняка был цитнот, но тем не менее у белых большой материальный перевес, лишнее качество и еще и две пешки в придачу и три пешки и на 33 ходу после хода слон e6 черные признали свое поражение. Вот такая вот красивая социлианская атака, сложная партия и переходим к четвертому примеру. Следующий пример взят из партии Юрий Львович Авербах, Яков Борисович Эстрин, сыгранный в Москве в 1964 году и это очень интересная, теоретически важная миниатюра. С этой позиции я начну свое повествование, хотя покажу и первые ходы, только что последовал 10 ход. Конь бьет е4, вилка, под боем ферзь, слон. Пока вы думаете над тем, как вы бы сыграли за белых в этой позиции, я расскажу, как эта партия начиналась. А начиналась она с достаточно модного и в наши дни так называемого венского варианта, конь f3 dc, слон g5, слон b4, е4, c5, одно из магистральных продолжений и сегодня слон c4, cd, конь d4. Ну и конечно в 1964 году теория только здесь зарождалась и лишь впоследствии черные нашли верные продолжения в этой позиции, коими являются слон c3 или ферзь a5 ходы, но в этой партии был сделан ход ферзь c7. Ход неточный, в распоряжении белых есть интересный способ отреагировать, точнее проигнорировать нападение на слона c4, рокироваться и идея в том, что после ферзь бьет c4, следует ладья c1 и как-то неуютно себя чувствует ферзь на c4. Например, 0-0, слон f6 gf и белый конь залазит на c7 и ловит ладью. Ну где-то можно еще и а3 включить на всякий случай, а вдруг побьют на c3 и белые уже внезапно, внезапно просто матуют, матуют черных. Обратите внимание на недоразвитость черных фигур. Так что ход 0-0 интересная, интересная возможность за белых здесь, но Юрий Львович сыграл ферзь b3, ход тоже очень сильный и идея белых была в том, чтобы после слона c3, ферзь c3 на конь e4 ответить именно тем образом, которым они и ответили. Отмечу, что так как чернопольный слон черных ушел с доски, очень уж слабы поля черные e7 и d6 и неприятна угроза конь b5. Например, на конь bd7 белые могут сыграть конь b5 и такой вот свист по черным полям идет и их очень неудобно защищать. Например, после ферзь c6 ферзь a3 может быть сыграно, не давая черным сделать трокировку и вновь создавая угрозу конь d6. Ну а в случае 0-0 это тоже не помогает, так как следует конь b5 и вновь давление на пункт f6 и давление по черным полям, а ферзь e7 сыграть невозможно из-за хода e5 приводит к тому, что белые добиваются решающего перевеса. Ферзь бьет c3, конь e4 и мы возвращаемся к нашему примеру. Ход белых очень сильный промежуток, несмотря на то, что под боем ферзь. Белые создают контратаку, иногда лучшей защитой является нападение и это прекрасный пример на эту тему. На конь c3 последует конь c7 с вилкой и черные потеряют материал, поэтому они сыграли ферзь c5 и возможно они надеялись на этот ход, потому что ферзь вместе с конем нападают на пункт f2, почти детский мат, но белые холодно бьют на g7 и выясняется, что взятие на f2 сразу же или как было в парте после ладья f8, слон h6, ферзь бьет f2, почти мат, но ведет лишь к шаху, потому что белые отступают на d1 и слон с h6 контролирует поле d2, это очень важно. И у черных фигур нету возможности продолжить атаку, нету возможности объявить шах, а под боем ладья. Конь d7 последовала в партии, ну тогда ладья e1 и белые быстрее добираются до короля черных. Конь ef6, здесь уже много приятных возможностей, но конечно самая прямая и самая сильная это ход слон бьет e6, разрушая последнее прикрытие перед королем черных, ферзь бьет b2, еще одна попытка хоть какую-то контрыгру создать, но вновь холодная ладья c1, забавно стоят фигуры белых, но грустно в этой позиции черному королю, потому что уйти от матовых угроз соперника он не может. Например, после король d8 может последовать слон d7 и выясняется, что конь d7 и ферзь висит и мат над королем нависает. Вот такая вот изящная миниатюра, всего 17 ходов потребовалось Юрию Львовичу Авербаху, чтобы одержать в этой партии очень яркую победу. И переходим к заключительному пятому примеру нашего видео. Конечно, это видео было бы неполным, если бы я не рассказала о системе Авербаха в староиндийской защите. Ведь Юрий Львович Авербаха был отменным аналитиком, он не только написал многотомник про шахматное окончание, на котором росли многие поколения шахматистов, и я в том числе, но и внес достаточно весомый вклад в теорию дебютов. И целая система в староиндийской защите, названа его именем, носит его имя. Это система Авербаха, идея которой заключается в том, чтобы не торопиться с развитием королевского коня, сыграть слон е2 на 0-0, сыграть слон g5 и таким образом обезвредить идею черных, сделать практически невозможным ход черных, которые они делают в случае вместо слон g5, конь f3, например, е5. Здесь же е5 ведет к очень тяжелой позиции, так как после де и ферзь d8 следует конь d5 с двойным ударом, и связка оказывается очень неприятной. И классическая партия, пример на эту тему, на эту систему, которую вы найдете, наверное, во всех справочниках, посвященных системе Авербаха в староиндийской защите. Эта партия первоисточник, можно сказать. Авербах панно, сыгранная в Буэнос-Ариесе в 1954 году. С дебютной частью этой партии можно ознакомиться в тех самых справочниках, о которых я упоминала. Ну, а мы посмотрим лишь пример из этой партии. 17-й ход белых. Пока вы думаете о том, как белым развивать свою инициативу, я подчеркну то, что видно невооруженным взглядом. Белые добились потрясающих результатов своей игрой в дебюте. Они полностью обезвредили какую-либо контр-игру черных на ферзевом фланге, захватили пространство в центре, откинув практически все фигуры черных на восьмой ряд. И преуспели в атаке на королевском фланге. Стоит отметить, что рокировку белые не сделали и сейчас начинают прямую атаку. И начинают они ее ходом достаточно стандартным, но тем не менее обращающим на себя внимание ходом король Е2. Уступает король дорогу тяжелым фигурам. Ладья Ж7, ладья А4, конь Д7, АЖ, АЖ, ферзь А1. Сдвоились фигуры белых, но в их планах и строятся по линии А. И черные, заметьте, ничего не в силах противопоставить этому плану. Итак, слон Е7, ладья АЖ8, черным приходится лишь наблюдать за тем, как белые усиливают свою позицию, ферзь А6, конь Ф8, ладья АЖ1. План со строением тяжелых фигур по линии АЖ завершен. И сейчас белые готовы нанести решающий удар. Слон бьет Ф4. Выясняется, что после ЕФ белые сыграют ладья АЖ4 и до мата уже рукой подать. Ну, а если проигнорировать взятие ферзь С7, то, как вы понимаете, здесь уже много есть приятных планов и возможностей. Можно увести все фигуры с линии Ф и подготовить продвижение Ф4. Но Авербах сыграл ферзь Х2, создал угрозу конь Е5, либо слон Е5 очень неприятно. А в случае конь Д7 совершил такое вот маятниковое движение. Кстати, в этом видео не первый пример маятникового движения ферзем мы наблюдаем. Ферзь Х3, угроза мата Ферзь Е6. Конь Ф8 вынуждены ретироваться. Черные, но следует ладья Ф8. Выясняется, что на слон Ф8 Ферзь Е6 с матом идет. А после короля Ф8 Ферзь Е6 все равно приходит на доску. Ладья АЖ8. Угроза очень-очень неприятная. После ладья Ж8 конь А4 полная фиаско. Терпит черный слон Д8. Но здесь еще остается Ферзя на С8 поставить, чтобы продемонстрировать, как неудачно сложилась их партия. Конь бьет Ж6. Король Ж7. Конь Е5. И черные сдались ввиду того, что вскоре белые объявят им мат. Вот такая вот замечательная партия. Вот такое вот видео с пятью яркими творческими достижениями юбиляра. Еще раз с днем рождения, со столетием. Я очень надеюсь, что зрителям понравились эти примеры. И вы поддержите наши поздравления лайками и, конечно, комментариями. До скорых встреч. С вами была 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костинюк.